Мешает реклама? Нажмите стрелку в верхнем правом углу. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Эликс. И я продолжаю тему экскурс по Америке. Я хотел бы поделиться с вами таким моим экспириенсом, таким опытом, который буквально прошел вчера вечером. Мой папа живет в доме. Вот на картинке этот дом, в котором мой папа живет. И пожилой человек за 90 лет. И вот он вчера в квартире упал. Вдруг мне вечером звонок из компании, которая следит за тем, что если нужна помощь царикам, он упал. Он нажал кнопку, на нем постоянная кнопка. И они сразу сообщили мне, благо я живу недалеко. Я приехал и вижу, около дома уже стоит пожарная. И стоит уже полицейская машина. Это буквально в течение 3-4 минут. Я живу от него недалеко. Поднимаюсь наверх. Они очень обрадовались, потому что мой папа не говорит по-английски. И вижу, что пожарные его уже подняли с пола и оказывают ему медицинскую помощь. И полицейский сразу же расспросил меня, или его никто не обижал папу, или его никто не ударил, или нет никаких законных нарушений. Я говорю, нет, он просто потуснулся и сам упал. Все, он сразу же уехал. Полицейские пока оказывали ему медицинское обслуживание. И через буквально 3 минуты подъезжает амбуланс. То есть скорая помощь. Машина скорой помощи. Подъехала к этому дому. Поднялись к нам. Пожарные передали полностью все медицинским работникам. И уехали. Значит, медицинские работники, естественно, я все им рассказал, все показал. Они взяли его на носилки. Мы решили, что он поедет в госпиталь, потому что он не в состоянии ходить. И они взяли его на носилки, в машину. Вот на экране видно вот такую машину. Они его положили. И я вместе с ними смотрю. И они ему там в машине начинают оказывать медицинскую помощь. Продолжает у них там аппаратура. Сразу же сняли кардиограмму и так далее, и так далее. Я спрашиваю, зачем вы это делаете здесь? Мы же едем в госпиталь. Там ему окажут скорую помощь. Он говорит, нет. Мы обязаны сделать свою работу. Не мешай мне нам. Мы обязаны сделать свою работу здесь. Они сделают там свою работу. То есть они ему сделали укол. Они ему сделали все, проверили и поехали. Я ехал за ними. Приезжаю в госпиталь. Вот на картинке emergency room. Скорая помощь от госпиталя. Вот я специально сделал такие картинки. Пусть им на пустом экране это все рассказывают. Просто, чтобы вы имели представление. И его взяли, конечно, сразу же в госпиталь, в отдельную палату и медсестра. Медсестра, ее отношения, во-первых, с улыбкой, во-первых, с таким сожалением. И как она работала. Мы пробыли в emergency room 8 часов. Я хочу на этом остановиться. Почему? Потому что, значит, полицейские и пожарные, это государственные служащие. Они оказали свою помощь и уехали. Вот ambulance, вот машины скорой помощи, это частная компания. Так же, как и госпиталя в Америке, все частные. И они работают. Они оказали помощь, они должны отработать, потому что они должны взять деньги со страховки. Поэтому они должны свое отработать. Это частная компания. Они обслуживают все госпиталя. Они привозят к ним больных людей. Кто упал в аварию, или кто-то упал. Ну, в общем, они привозят к ним госпиталь. Это отдельная компания. За эту работу они отдельно берут со страховки. Госпиталь, совершенно другая компания, берет совершенно другие деньги со страховки. Дальше. В госпитале. В течение буквально ему сделали рентген. Ему сделали все анализы, абсолютно все ему сделали. И часов 6 мы просто... Я сидел там, и мы ждали, пока они решат, пока все анализы придут. Так вот, за эти 8 часов, что мы пробыли в госпитале, не в госпитале, а в emergency room, это скорая помощь, комната скорой помощи. Я смотрел, как они работают. Я, значит, разговаривал с медсестрой. Они работают по 12 часов смена. 12 часов. И они действительно там вкалывают. В полном смысле этого слова. За те 8 часов, что я был в этой комнате, и она была вокруг нас, она не присела ни на секунду. У нее еще 3 палаты были. И вот она между этими 4 палатами бегала. И просто это... Такое обслуживание, это просто суперски. Они отрабатывают на все 100%. Так они тяжело работают. Это просто... У меня не было слов. А отношение какое? Какое сожаление к этому старику? Как она брала анализ крови? Она предупреждала, сейчас будет укольчик. Извини меня, но я должна тебе сделать укольчик. Вообще отношение, конечно, естественно, я все сравниваю с тем, как было когда-то на Украине, когда мы выезжали. Конечно, небо и земля. Я надеюсь, что сейчас там все по-другому, что не нужно покупать медикаменты, иглы разовые, уколы и все это остальное. Я думаю, в госпиталях уже все это есть. Просто я сравниваю с 20-летней давностью Украины. Я надеюсь, сейчас уже все там нормально. Но вот это отношение, это бизнес, это частный бизнес. Все госпиталя частные. Все крупнейшие госпиталя, по 2-3 тысячи работников в госпиталях, это все частное. И какое отношение, как они работают, как они четко работают. У них бригады, вот работают бригады. Доктор, две медсестры и человек, который ходит, убирает в палате. За эти 8 часов человек два раза убирал в палате. Это отдельный человек. Второй человек два раза привозил на колясочке, привозил медикаменты. У них шкаф такой есть, медикаменты, электронные замки. То есть свой код они набирают. Вот два раза он пополнял медикаменты, шприцы, все чем она пользовалась. Это все разовое, она все выбрасывала, он пополнял все новое. То есть у каждого своя обязанность. Каждый выполняет строго свои обязанности. Вот так поставлена работа. Конечно, я очень удивился. Ну не удивился, просто порадовался, как они работают. Они работают. И что еще я заметил, хочу это подчеркнуть. Там никто не смотрит в руки, никто никому не дает деньги, как в советских госпиталях. За то, чтобы пройти куда-то везде, надо было рубчики давать. Я думаю, намного больше уже потом это было. Нет, они хорошие деньги зарабатывают, именно отрабатывают и зарабатывают. И никто не смотрит в руку. У них хорошие медицинские страховки. В некоторых госпиталях для работников даже бесплатные страховки. А медицинская страховка в Америке это очень-очень важно. Потому что она очень дорогая. Здесь очень дорого быть больным человеком. Поэтому за медицинскую страховку все очень стараются не потерять. Поэтому она работает хорошо, она хорошо зарабатывает. Никто не филонит. Все работали, у всех свои бригады. У всех там по 4 или по 3 палаты. И всех обслуживают. И все работают просто. Вот это вот налаженный организм. Налаженный механизм. Как они четко, слаженно работают. Значит, что отрицательно во всем этом. То, что это бизнес. И то, что за каждое движение вот приходили, делали X-Ray. То есть делали... Как X-Ray порой? Более на... Ох, забыл уже. Ну, делали все анализы. Делали... Все приходили с этой аппаратурой прямо в палату. И, естественно, и каждый, каждый обязательно сканал карточку иншурансную. То есть страховочную. Потому что каждый отдел за свою работу будет получать деньги со страховки. Понимаете? Насколько это вот... То, что это бизнес, это немножко для меня, во всяком случае, это как-то немножко задевало. Но с другой стороны, они четко делают работу. Они ее выполняют. И никто не смотрит в руку. Еще что хорошо, то, что здесь конкуренция. Каждый старается быть очень с уважением, с жалостью такой. Вот делают свою работу. Для чего? Чтобы пациенту понравилось. Потому что если не понравится этот госпиталь, он может пойти в любой другой госпиталь. Между ними конкуренция. Понимаете? А конкуренция это двигатель. Двигатель прогресса. Поэтому вот это вот мне нравится, что... Каждый старается сделать лучше, чтобы в следующий раз, если у вас что-то случится, чтобы вы приехали именно в этот госпиталь, а не в какое-то другое. Вот мы так... Вот такой у меня вчера был экспириенс. И потом эта медсестра, когда дали уже палату, перевели его уже в госпиталь, в палату, это совсем другое здание. Она прошла вместе. То есть пришел другой человек с специальной кроватью на колесах. который отвечает только за перевозку больных. Из одного здания в другое здание. И вот медсестра взяла все документы и все пошла вместе с нами. И уже в госпитальной палате она передала другой медсестре полностью все свои дела. Помогла перевести, переложить его на кровать. Все полностью рассказала, пожелала здоровья, обняла его и ушла. Вот такое вот отношение здесь медицинских работников. Меня это, конечно, очень тронуло, так как она... Вот как они работают. Они вкладывают душу, они пашут здесь по всем правилам. Вот такое короткое видео. Я хотел рассказать, как происходит медицинское обслуживание. И как приезжают сразу же полиция, пожарные и скорая помощь. Всем желаю удачи. Пожалуйста, все будьте здоровы. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА